Добрый вечер, уважаемые слушатели. С вами Ирина Ясина и программа «Жажда жизни». Мы продолжаем с упорством, достойным, наверное, лучшего применения, говорить о людях, которые ведут себя нециничным образом, которые хотят, чтобы жить кругом стало лучше, и не только им, но и окружающим. Вот раньше я думала, что таких людей у меня наберется от силы на один месяц. Потом оказалось, что второй месяц кончается, а их становится только больше. Вот сейчас и третий месяц заканчивается, а теперь уже очередь. Теперь уже до мая точно не иссякнет источник. Вот по-прежнему мечтаю о конце года, когда я смогу такой огромный-огромный иконостас набрать. Это будут действительно лучшие люди страны, по крайней мере, в моем понимании. Вот сегодня я вас хочу познакомить с замечательной красавицей Ольгой Фейкиной, которая тут сидит напротив меня, и фотограф только что сказал, что прям вот какая женщина, красивая-красивая, такая замечательная. Вот эта вот красавица замечательная, у которой есть не менее, видимо, замечательный сын Степан, решила заняться таким гражданским активизмом. Скажу такие не очень красивые слова, а потом мы расшифруем с Ольгой, что это значит. Ольга из того слоя людей, которых можно назвать разбуженной болотной площади. То есть всё было мирно, всё было спокойно. Ольга себе спокойно работала в некой ювелирной промышленности, оценивала красивые штучки, находила клиентов на боку красивых штучек. Или чего ещё делала, это она захочет, кажется, сама. Но, тем не менее, в общем, занималась красивым импортом, экспортом и чувствовала себя очень хорошо. А потом вдруг что-то произошло, и на болотной площади, видимо, нашла себе другое применение. Вот об этом применении, о том, как будет болотная площадь, мы поговорим. Хотя изначально Ольга интересна ещё и тем, что когда-то, будучи увезённой папой с мамой в Америку, она вернулась, решив, что в России жить лучше. Ну, по крайней мере, интереснее. Теперь говорит о том, что интересно, но страшно. Вот, ну, я не могу ей говорить, что вот интересно и не страшно, потому что, в отличие от меня, к ней присылают повестки из прокуратуры. А меня присылали давно-давно, когда Михаила Борисовича Ходорковского только арестовали, вот поэтому я уже давно забыла про это. Вот, Оль, тем не менее, давайте начнём. Передаю слово вам. Расскажите, пожалуйста, о том, что привело вас на болотную площадь и какие мысли зародились у вас там. Да, здравствуйте. Ну, привело меня на болотную площадь ровно то же самое, что и остальные энное количество тысяч людей здесь. Но нам говорят типа семь. Ну, это уже вот споры и дрязги о том, сколько людей приходило сюда, приходило сюда, уже настолько устарели. Неважно, даже если два человека пришло, это уже большой плюс. Наоборот, даже сейчас я уже через год понимаю, что чем меньше людей приходит на какое-то мероприятие, тем лучше, потому что с этими людьми можно как-то познакомиться. Хотя тогда на болотной площади была, конечно, эйфория, в том числе от того, сколько людей пришло. Никто из шедших туда не ожидал такого количества. Я помню, я тоже там. Привел меня тот плевок, который мне лично в лицо сделала власть в лице избирательных комиссий. А вы на выборы ходили те четвертого? Естественно, да, конечно. А за кого голосовали? Я голосовала за яблоко, это не секрет. Примечательно то, что я до этого очень много лет не ходила на выборы, то есть с тех пор, как партия СПС перестала существовать, мне как-то не было никакой... Ну, прямо у нас с вами совпадает биография. Да, ну, не только у нас, это вот все те люди, которых вы называете разбуженными болотной площадью, у них приблизительно одна и та же биография, ну, не считая там каких-то фракций, да, там ультралевых, ультраправых, у них своя какая-то тема, вот, а все вот эти вот либеральное месиво вот это, ну, приблизительно одних и тех же взглядов придерживается, и приблизительно одну и ту же электоральную историю прошло. И когда люди первый раз за много лет, и я первый раз за много лет пошла на выборы, и подумала, что что-то в этот раз изменится, и реально... Оль, а на чистых прудах вас не было? Нет. Вы еще не понимали, что ситуация изменилась? Нет. Именно на болотную меня побудило прийти, ну, то есть, день после выборов, посмотрели результаты, да, печально, да, ну, первая мысль была у меня, что, наверное, нас не так много, как я думала. А потом я начала читать отчеты наблюдателей и поняла, что на самом деле произошло нечто другое, не то, что просто мало людей пришло и проголосовало за яблоко, а нас просто взяли, нагнули, сказали, ваше мнение никого не интересует, мы все равно все будем делать так, как мы захотим. И вы пошли на болотную. Да, это оскорбило. Я пошла на болотную площадь просто потому, что вот был некий порыв, который невозможно было сдержать. Как-то его надо было выразить, вот это возмущение, и это возмущение выразилось походом на болотную площадь. Там я очень... Причем, насколько я помню свое состояние тогда, в декабре, вот после результатов выборов, у меня опять ко мне вернулось желание, даже не желание, а мысли о том, что надо валить. Десять лет я здесь уже прожила, это уже не та страна, в которую я вернулась из Америки десять лет назад. Люди голосуют за Единую Россию, за ЛДПР, но мне в этой стране делать нечего. После похода на болотную площадь мысли поменялись кардинально. Опять. Да, потому что я увидела, что, может, не в масштабах страны, но в моем городе такое огромное количество людей, которым не все равно, которые мало того, что придерживаются там тех же взглядов, но они еще и не стерпят оскорбления и не будут сидеть и молчать в тряпочку. И это очень вот на год вперед меня зарядило. То есть вы потом сходили и на Сахарова, и еще раз на болотную? Я еще была на митинге «Яблоко» 17 декабря, на котором было не так много людей, и там выступал как раз Дима Фиников, который написал пост в ЖЖ, который очень многих людей побудил прийти на болотную. Я когда сейчас разговариваю с людьми, и мы вспоминаем, что было год назад, что как-то, очень много людей поняли масштаб того, что произошло, именно после прочтения его поста. Я не помню, напомнись. Он пошел первый раз наблюдателем, он был на участке на Арбате, и он просто описывал, как проходил подсчет, там с фотографиями, все, что вот стопка за яблоко, вот стопка за Единую Россию, там далеко не на первом месте, вот улыбчивый председатель, вот он раздает шоколадки впервые пришедшим голосовать. А вот итоговый протокол в ТИКе, который, там, копию протокола ему не выдали, то есть весь ад, который начался после 8 часов, после подсчета, он все это вот дословно, досконально описал, описал очень таким живым языком, подкрепил это некими некоторыми видеоматериалами, где в результате, конечно, результаты официальные на этом участке радикально, на 180 градусов отличались от того, как люди пришли. Оля, а 6 мая на Болотной вы были? Да, я была там. Я не дошла до... вот мы пришли, мы уперлись в толпу, поняли, что дальше как-то ничего не движется, и я свернула на набережную, то есть не доходя до Болотной площади, я свернула на набережную, и мы обошли Москворецкий мост, что ли это называется, и там увидели 5 рядов оцепления, причем мальчики, это какие-то внутренние войска были, но мальчики вот по 18 лет реально, они стоят, они не знают, зачем их туда поставили, и тогда мы еще понятия не имели о том, что происходит вот там, откуда мы ушли, да, и нам все это было как-то весело, смешно, мы сфотографировались, очень много людей, упершись в эту толпу, свернули, да, и все фотографировались этими новобранцами, они стояли, опять же, не знали, что им делать, а потом началось выдавливание. Оль, ну вот смотрите, мы с вами, я не была, что в Майно-Болотной, там в силу ряда обстоятельств я просто, видимо, почувствовала пятой точкой, что будет что-то не то, пообщавшись с некоторыми лидерами, вот, и испугалась, ну, на инвалидном кресле страшно, попадать в толпу, что и говорить, но потом была на всяких других мероприятиях, которые столь же оппозиционно происходили, но без бития, и с тех пор, собственно, слышу, как и вы, одни и те же слова о том, что протест заглох, протест слили, все закончилось, и, собственно, ничего дальше не будет, то есть те самые люди, которые воодушевили вас тем, что они не стерпели оскорбления, они вроде как угомонились и успокоились. И вот я позвала вас сюда для того, чтобы поговорить о том, что в вашем лице мы имеем очень яркого представителя того протеста, который не слился, который продолжился в таких менее ярких формах, но более, с моей точки зрения, значимых и более перспективных. Я предлагаю поговорить об этом, о том, чтобы вы очень подробно рассказали о том, чем вы занимаетесь сейчас, и что, собственно, и куда ушел протест. Мы только прервемся на буквально одну минуту. Возвращаемся в студию. С вами Ирина Ясина, программа «Жажда жизни», и мой гость сегодняшний Ольга Фегина, и мы с ней говорим о том, чем теперь занимают все люди, которых разбудила Болотная площадь. Оля, я знаю, что вы давеча были в городе или станции, как это называется? Сельское поселение. Сельское поселение Развилки. Развилка. Развилка. Где находится, и расскажите, что вы там видели. Ну, значит, в общих чертах, чем мы занимаемся, да, я и мои друзья, мы занимаемся около выборной деятельности, так скажем, наблюдения на выборах, и сейчас еще формирование участковых комиссий на 5 лет мы как-то пытаемся туда войти. Да, ну, если не войти, то помочь людям, которые хотят в этом участвовать, сделать это максимально оперативно. С разными, с переменной долей успеха, в зависимости от региона. Вот. Развилка – это последний выбор, на которых я была. У меня там была в качестве респондента. Это когда было? Это было в прошлое воскресенье. Чем примечательна Развилка? Развилка находится сразу за МКАДом, то есть я живу рядом с МКАДом, я могу пешком дойти до сельского поселения Развилка, поэтому я туда и хотела изначально. Это где совхоз имени Ленина? Да, это напротив совхоза имени Ленина. И там… То есть по дороге на Домодедово. Да, да. Там вся интрига заключалась в том, что есть Ленинский район, столица которого является видная, который навязывает поселку своего ставленника. Там предыдущего главу сняли якобы за взятку, он, правда, судится, его уже оправдали. И вообще там может случиться такая ситуация, что его оправдает суд и придется его восстановить в должности предыдущего, снятого главы. А уже есть новый. Я вообще не знаю, как… Да, уже есть новый. Я не знаю, как они будут с этим… Ну, вряд ли ему разрешат восстановиться. В общем, район поставил туда своего человека в качестве исполняющего обязанности. Этот человек за почти год не сумел, Вера Маркина, она не сумела заполучить любовь поселения, потому что, ну, как говорят местные жители, абсолютно не занималась местными проблемами, а проблемы там есть, там очень большая проблема с вывозом мусора, не заключены договора с мусоровозвращающими компаниями, там нет генплана уже много-много лет. А сколько народу в развилку? Где-то от 10 до 15 тысяч. Много. Ну, это вот ближайшее Подмосковье, самое ближайшее, то есть оттуда люди ездят работать в Москву, туда ездят. Там живет очень много газпромовцев, там какие-то газпромовские, вообще много всяких. То есть и даже газпромовцы не хотели за... Ух ты! И когда администрация поняла, что их кандидат не проходной, А у них какие-то опросы были какие-то? Да, постоянно ходили по квартирам, опрашивали, ну, и как бы это был не секрет, люди друг с другом разговаривают, все, ну, поселение не такое большое, все друг друга знают. И были два проходных кандидата, они были от Коммунистической партии, от Справедливости России, но даже неважно, на каких партии они шли, они шли от совхоза. А в совхозе, это соседний, но есть совхоз, как настоящий совхоз, где выращивают фрукты, овощи, а есть поселение, которое называется совхоз имени Ленина. И вот там глава поселения занимается внутренними проблемами, и несмотря на то, что это совершенно соседние территории, они очень по-разному выглядят. То есть в совхозе чистенько, убрано, ни у кого никаких претензий, ну, больших претензий к правительству нет, к своему местному самоуправлению. И развилка, в которой вообще непонятно, что будет, нет. Трава не расти. Да. Поэтому ставленники совхоза там очень приветствовались, и у них были реальные шансы на победу. Их за неделю до выборов всех сняли. Всех. Включая технических самовыдвиженцев. Ну, там шли перекрестные суды, то есть кандидаты от совхоза судились, подавали в суд на кандидатов от района. Там были совершенно технические кандидаты, которые не прописаны вообще в Ленинском районе. Ну, короче, Вера Маркина выбирала. У меня осталась одна в бюллетене. А как тогда выбор пропадет? А в результате район понял, что кого-то придется восстанавливать. Им удалось восстановить мальчика 91-го года рождения, которого никто в поселке никогда не видел. Он не проводил никакой агитационной кампании. То есть такой робот. Да, но он успел засудить. Официально он был истцом против кандидатов, которые проходили на первое и второе место. А засудил он их за то, что узнал, что они в типографии свои агитматериалы напечатали в полтора раза дешевле, чем якобы объявили цену ему. Хотя у него не было никаких агитматериалов, они не распространялись. Как мальчика зовут? Александр Колосов. Так просто, чтобы знать героев. Да, это второй кандидат был в бюллетене. Более того, ходят слухи, что бюллетени были напечатаны заранее с двумя фамилиями, то есть никого из бюллетеней не вычеркивали. Ну и чем дело кончилось? Дело кончилось тем, что большинство людей, пришедших на участки, испортили бюллетень. Перечеркнули обе фамилии, написали «мы за Черемных» или «мы за Рыбакова». Большинство писало, что это не выбор, постыдитесь. То есть даже газпромовцы это все сделали, а много было народу за веру-то? В результате за нее проголосовало около 900, по-моему, 75 человек. Это меньше, чем было испорченных бюллетеней. Испорченных бюллетеней было 1087. Но я вот сидя на участке и слушая, как люди вслух озвучивали все, что они думают, как они будут голосовать, не было никакой тайны из этого. Многие люди не знали, что можно перечеркивать бюллетень, потому что графы против всех нет. Они считали, что они обязаны за кого-то поставить галочку. За Колосова было достаточно много голосов, то есть за кандидата, которого они никогда в жизни не видели. Это тоже протестное голосование. Это те люди, которые ни под каким предлогом не хотели голосовать за Маркину. Но были люди, которым не повернулась у них рука поставить галочку напротив фамилии никому неизвестного человека, которого нет никакого имущества, те люди голосовали за Маркину. Оль, а вот скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, вот получив такой плевок, люди же понимают, что их мнение опять совершенно никем не учтено? Люди на следующий день вышли, около 500 человек вышло на улицу. Из 10-15 тысяч. Да. Ну, это был не митинг, это там ничего, не санкционированное какое-то мероприятие. Это просто люди вышли, опять же, потому что куда-то надо девать вот эту вот энергию. Да, они подписали письмо Воробьёву. Крик души такой с просьбой отменить эти выборы. Воробьёв – это и о губернатор Московской области. Да. И на самом деле для губернатора выборы в развилке – это имиджевые потери, потому что это показана неспособность партии власти даже имитировать то, что она побеждает. То есть это вот они сделали всё, что могли, и всё равно у них не получилось. А что происходило, вот вы мне говорили, до программы в Тульской области? В этот же день, да, в Тульской области были выборы депутатов в городе Узловая, да, Узловая, ничем особо не примечательный город, кроме того, что он находится в Тульской области, которая славится абсолютной безграмотностью комиссий всех уровней, начиная от областной комиссии, заканчивая избирательными участковыми комиссиями. У нас, вот наша группа наблюдателей уже третий раз выезжает на такие мелкие выборы в Тульской области, и каждый раз сталкивается с, ну, мало того, что с нарушениями на участках, ещё и с физическим насилием и с порчей имущества. То есть физическое насилие – это как? Наших наблюдателей бьют, наших наблюдателей физически выволакивают и выталкивают с участков, нашим наблюдателям режут шины. А Первый канал не снимает это? Нет, нет, это не масштаб Первого канала. По словам главы Тульского областбюркома, Узловой очень заинтересовались Соединённые Штаты Америки, и заплатили всем наблюдателям, чтобы они приехали. Слушай, а чем так Узловая интересно? Потому что там вот где-то неведомо никому поднимается оборонная промышленность, вот именно Узловой. Колесо встает. Узловой, да, да, и американцы, пронюхов, вот выяснили, что вся оборонка-то у нас наказывается в Узловой. Ну правильно, а тут и вы. И заслали туда, да, и заслали туда. Вот тут и Оля Фегина как раз. Я туда не ездила как раз, да. Я в это время сидела в тихой развилке и слушала возмущения жителей, которых выборов лишили. И сделали фарс из этих выборов. Поэтому, да, Тульская область, но с Тульской областью вот у наблюдателей, которые туда едут не первый раз, свои счёты, они будут доводить дело до конца, уже не один иск подан. И подано заявление о преступлении в полицию. Насколько это всё будет доведено до конца, не знаю. Ольга, скажите мне, пожалуйста, а кто те наблюдатели, с которыми вы ездите по этим местам? Совершенно разные люди. Есть люди, которые преподают в институтах. Это есть люди, которые работают учителями в школах. Люди, которые работают в банковской сфере. Но это тоже те самые разбуженные, болотные. Да, это всё люди, которые вот этим всем начали заниматься перед президентскими выборами. Очень у многих первый опыт наблюдения был на президентских выборах. И после президентских выборов мы как-то... У очень многих людей осталось ощущение того, что вот накоплен такой огромный багаж знаний и опыта, который надо куда-то применять. Поэтому появилось желание наблюдать не только на федеральных выборах, куда пошли все, а на всяких разных других выборах, местного масштаба, где не требуется такой мобилизации ресурсов, но где можно точно так же применить наши знания. У нас первый такой выезд был в Ярославль на выборы мэра. У Ллашова, да? Да. Вот у нас как раз 1 апреля год нашему выездному наблюдению. Мы собираемся поехать в Ярославль, отпраздновать это событие, и в том числе встретиться с Евгением Робертовичем, и узнать, а что за год поменялось в Ярославле, потому что он шел как оппозиционный кандидат и победил с 70% и с тех пор ни в одном месте, ни в одном городе, ни в одном уголке России такого результата кандидат ни от партии власти не получал, к сожалению. Хотя тоже этот первый выезд дал нам, опять же, заряд и надежду на то, что вот теперь все будет по-другому. Видимо, власть научилась, например, у Ллашова работать с таким типом выборов. Да, ну вот как произошло в развилке, в развилке могло быть то же самое. Мог кандидат от оппозиции получить 70%. Просто применяются теперь другие технологии. У нас в избирательных комиссиях теперь сидят политтехнологи. Оль, а вот скажите мне, вот это наблюдение на местных выборах, как вы думаете, что в перспективе может дать? Ну, у каждого человека, который ездит, какие-то, может, свои цели. Я лично, моя основная движущая сила, я хочу жить в правовом государстве. Я это не устаю повторять, и когда я это говорю членам комиссии, на меня смотрят как на дурочку. Какое правовое государство? Что такое правовое государство? Я говорю, правовое государство – это когда вот вы сидите на месте председателя комиссии, и вы хотя бы открывали закон, вы знаете, что там. И считайте по-честному. Проблема даже не в том, что все злостные фальсификаторы. Нет. Основная проблема в правовой безграмотности в том, что люди, сидя на своих местах, не считают необходимым ознакомиться с законом, который регламентирует их действия. Им достаточно инструкции сверху. Мне сказали, что надо сделать вот так. Мне сказали, что вас надо удалить. Я вас удалю. Я говорю, а вот противоречит закону. Нарушение закона – это статья КОАП. Меня это не касается. И это действительно не касается, потому что ни один суд не доведет дело о нарушении федерального закона о выборах до конца. Вот смотрите, все-таки вопрос не в том, как вы к этому относитесь. Ваши отношения более-менее понятны. Вот те самые жители развилок или жители узловая, интересная американцам, или города Ефремово в Тульской области, где тоже недавно были выборы, или жители Коврово в Владимирской области, куда ездили тоже наблюдатели, я знаю, или куда-то еще в Рязанскую область, не помню сейчас. Касимов, да. Вот жители, зная, что их обманывают, они пойдут в следующий раз тоже голосовать за Единую Россию? Ну, вот в том-то и дело, что, конечно, в масштабах страны, опять же, мы понимаем, что большинство людей вообще наплевать на все, на все эти выборы, или большинство людей не ходит. И, наверное, это нормально. Но смотрите, в развилках. Развилка – это близко от Москвы. Москва и Московская область – это все-таки немножко другие люди, потому что у них другой доступ к информации. Хорошо, но ярославцы же тоже… Ярославцы, и вообще вся Ярославская область очень выбивается из общей картины. И Костромская выбивает. Ну, да, все, что там рядом. Ну, так и получается, что довольно много. В масштабах страны нет, к сожалению. Потому что, ну, в той же Тульской области, да, там злостные нарушения, там абсолютно бандиты сидят в креслах чиновников. Но население как-то с этим за долгие годы уже то ли смирилось, то ли у них выработался какой-то иммунитет. Они не приходят голосовать за Единую Россию. Все голоса за Единую Россию рисуются. Ну, не все, но 50%. Вот по оценкам наших наблюдателей, вбросы в узловой составили, вот приписки за Единую Россию составили до 50% от тех голосов, которые официально озвучили. То есть, когда вбрасываются пачки по 50 бюллетеней, а в сейфах находятся пачки по 500 бюллетеней с проставленными галочками за партию, то тут уже неважно, как голосуют люди. Вот все-таки людям же должно быть обидно, что их обманывают. Не все знают, что их обманывают. Об этом знает только очень ограниченное количество людей, имеющие, а, доступ в интернет, и, б, желание пойти на те ресурсы, где про эти выборы напишут. Потому что федеральные СМИ, конечно, не будут об этом писать. Вот я сейчас, я завтра хочу поехать в развилку, в ту же, с газетой, в которой напечатана статья про то, что у них в развилке происходило, чтобы дать людям, у которых нет интернета, в том числе, там есть деревни, которые входят в это сельское поселение, почитать, а что же на самом деле у них произошло, а почему сняли тех кандидатов, которых они так искали в бюллетенях. А что с этим им делать дальше, они уже должны решать сами. Ну, это само собой. Ну, вот ваш приезд наблюдателей, он играет какую-то, ну, я бы сказала, образовательную роль? Он помогает, во-первых, в освещении, потому что наблюдателями едут СМИ. И вот в Узловую ездила Диана Хочетрияна из «Новой газеты». Она очень подробно написала статью. Ну, во-первых, у журналистов есть и талант к тому, чтобы описать ситуацию в доступном для всех формате и в интересном, чтобы захватить внимание читателя. Так что наблюдатели помогают хотя бы в этом, в том, чтобы к ситуации привлечь внимание. А обеспечить честность именно. Сначала вот первые наши выезды, да, комиссии пугались, комиссии, может быть, даже собираясь что-то там сделать и переписать. Вот переписывание протоколов с момента думских выборов масштабных таких не было. Они были в Саратовской области, были в каких-то областях, где действительно было мало наблюдателей. Но присутствие наблюдателя, да, оно предотвращает хотя бы переписывание протоколов. Ну, а совесть вот у этой там четки члена комиссии? Понятие совести есть? Опять же, я не отношусь ко всем членам комиссии как к злостым фальсификаторам. То есть я, приходя на участок, есть разные типы наблюдателей, да, некоторые, приходя на участок, говорят, так, вот мои права, вы все намерены фальсифицировать, я это знаю. Это обычно делают люди, которые первый раз приходят, они заряжены на то, чтобы вот как-то противостоять комиссии. Ну, опытные наблюдатели уже не так. Они приходят на участок, они первым делом знакомятся с комиссией, пытаются понять, насколько комиссия образована, кто в комиссии за что отвечает. Обычно там председатель, секретарь, все остальные люди ничего не решают, и все решения принимаются единоличным председателем, что тоже, кстати, противоречит закону. И уже в зависимости от того, как себя ведет председатель, тут уже или имеет смысл вызывать к его совести, или не имеет смысл вызывать к совести. А вы по профессии не юрист? Нет, но законодательство о выборах, не только федеральное, но и региональное, уже, конечно, мы все знаем на уровне юристов. Но, во-первых, некоторые статьи мы знаем наизусть, и право применения этих статей в разных комиссиях и в разных ситуациях, знаем. Хотя возникают споры, в том числе с областными комиссиями, эти споры мы пытаемся решить у реальных юристов и в судах. В судах, видимо, вы тоже получаете такие ответы, что типа ваше мнение никого не интересует. Ну, самая основная проблема, это та проблема, которая как раз вчера решалась в Конституционном суде, кто имеет право оспаривать результаты выборов. К сожалению, суды всех инстанций постанавливают, что единственным истцом в делах о результатах выборов может быть кандидат или партия. Партия у нас устроена... То есть голосовавший человек не может? Не может, да. Голосовавший человек, кто такой голосовавший человек? Почему он должен иметь какие-то правы? Конституции? Об этом мы не слышим. Нет, конечно, нет. Но партии, кстати, по-разному тоже себя стали вести, потому что, во-первых, появилось много партий, которых сложно назвать прихлебателями Кремля. Допустим, в Саратовской области Парнас, хвала им и честь, они доводят, довели дело до суда. Там на нескольких участках надомное голосование зашкаливало подцы, там было 570 проголосовавших на дому, которых успели обойти за два часа. Это физически невозможно, то есть все голоса были приписаны, и парнасовцы довели это дело до суда, и судья приказала принести избирательные документы, что тоже беспрецедентные случаи. Может, с совестью? У судьи? Ну, может быть, не знаю. И председатель ТИКа вынуждена была признать, что избирательных документов нет. Заявления о надомном голосовании нет. Мешок с заявлениями о надомном голосовании оказался пустым. Ну, то есть выборы на этих участках будут отменены. Опять же, выборов во всей Саратовской области нет, потому что это по одному участку есть такое судебное решение, по каждому участку это долго, нудно, сложно, но это надо делать. То есть капля камень-точь. Да, да, конечно. Именно исходя из этой максимы, наверное, и нужно жить сейчас. А потому как у нас впереди довольно много времени. Сколько сейчас, вот до следующих думских выборов? Пять лет? А, это сложно сказать. Мне уже звонят из разных изданий. А правда, что у нас выборы в Мосгордуму уже в этом году? Я откуда знаю? Ну, вот как вы считаете? Вообще-то в 2014-м, но уже ползут слухи, что нельзя же так. Ну, и они же самораспустятся. А Госдума-то тем более. Все, вот завтра распускается. Во что же мы верим? Лично я в это не верю. Лично я не верю в это, потому что это никому не выгодно сейчас проводить досрочные выборы. Ни оппозиции, ни власти, никому. Ну, посмотрим. Не всегда правящие силы руководствуются какой-то логикой. Или той же логикой, которой руководствуюсь я. И, конечно, ставить себе цели поменять полностью режим, установить демократию от Калининграда до Магадана. Я думаю, что мы сейчас не будем себе такую цель ставить и прервемся на рекламу. Вот сейчас мне хотелось бы спросить у вас, а много ли вас наблюдателей? Мы не считаемся. Ну, как вы оцениваете? Я участник общественного движения «Сонар». Наверное, это надо было сказать. Да, я не знаю, что это такое. Расскажите. Это союз наблюдателей. Это вот люди, волонтеры, которые в свободное от работы время занимаются выездным наблюдательством. Ну, на выборах в Мосгордуму это будем заниматься местным наблюдательством. Хотя у нас не только москвичи, но в основном, конечно, москвичи. Есть какой-то костяк этих людей, ну, наверное, человек 60, которые ездят вот постоянно, там, каждый месяц они или ездят на выборы, или как-то участвуют в организации выездов, или в колл-центре сидят. А есть люди, которые приходят, уходят, там, съездили, понаблюдали, потом... Очень мало людей, кстати, вот приходят в это движение и потом говорят, нет, это не для меня, мне это неинтересно, это затягивает. Во-первых, это общение с очень интересными людьми, разными интересными людьми, с которыми... Ну, и единомышленниками. Да, во-вторых, это возможность попутешествовать по стране, то есть можно и так поехать в ту же Тульскую область, да, и посмотреть, зайти в какой-нибудь музей. А можно это сделать с какой-то вот такой благой целью и познакомиться с людьми, которые там живут. Вот для меня это тоже очень хороший движущий фактор такой, потому что я, живя всю жизнь там в одном месте, не считая моих лет в Америке, я и не знаю Россию-то. А это очень хороший способ познакомиться именно с той страной, в которой я живу, и той страной, в которой я хочу. Ну, скажите, вот кроме Ярославля и Развилла, где вы были? Лично я в Переславле, но это, опять же, Ярославская область, в Касимове, небезызвестном. А про Касимов расскажите, вот какие они люди в городе Касимове? Что вам там было так интересно? Ну, мне лично, я не организовывала этот выезд, я поехала, потому что это был очередной выезд нашей группы. Сами выборы были интересны тем, что всю Касимовскую думу распустили без официальной причины, исключительно для того, чтобы протолкнуть Чеснокова в Совет Федерации. Что все равно не получилось. Поэтому, опять же, это выборы, устроенные на ровном месте. Хотелось посмотреть, как это будут делать. Комиссия, в которой я наблюдала, она была идеально чистая. У меня на участке не было ни одного нарушения. Это была единственная, по-моему, комиссия в Касимове, где не было никаких нарушений. А что за город? Это пригород, ну, это Рязанская область, это достаточно старый город. Известно из летописи, по-моему. Да, тысяча с чем-то. Тысяча сто или двести. Я не увидела там ничего вот такого суперкрасивого, что увидели другие, но я, может быть, не там была. Людей там не так много. В основном, это, конечно, молодежь, которая приходила, это вот молодежь в тренировочных костюмах, и они голосовали за Единую Россию. И вот в Касимове это было, ну, они, опять же, не скрывали, и это было печально. Старики приходили, голосовали там по-разному. По-разному. А вот молодежь голосовала за Единую Россию. А вы говорили с ним? Я, нет, я не разговаривала. У нас бывают иногда выезды, когда мы делаем экзит-пол, и тогда люди на улице. Я просто, будучи на участке, я не могу разговаривать с собирателями о том, за кого они голосовали. Понятно. Это расценивается как агитация. Если у нас стоят на улице люди, они в том числе разговаривают с людьми просто о настроении в городе, и потом, когда мы пишем наши там отчеты, статьи, это в том числе включаем в статью о том, что же происходит в городе. То есть они за стабильность? Они, да, их все устраивает, но их не так много. В Касимове есть очень большая беда России в том, что из маленьких городов люди уезжают в райцентры, в столицу, в Москву. Ну, это понятно, да. И города остаются пустыми и приходят в упадок вне зависимости от того, какая там власть. Ну, вот скажите, Оль, все-таки возвращаясь опять к тому, кто вы наблюдатель разбушенной болотной площадью. Вот, так скажем, полувозрастной состав. Кто? Какие профессии? Возраст примерный. Понятно. Вот что за люди? От 20 лет до, ну, на самом деле, верхнего предела нет. У нас есть наблюдатели, которые ездят постоянно, вот очень часто у них уже внуки есть, взрослые. Ну, в основном, конечно, основная масса. У нас кто-то проводил какой-то, по-моему, соцопрос с целью демографию понять. Ну, это от 20 лет до 30, наверное, так. Немного семейных людей. Ну, с детьми, то есть есть там женатые и замужние, но так, чтобы вот с детьми, хотя тоже есть, но немного. В основном мальчики. Как интересно. Ну, это вселяет надежду, на самом деле. Как вы думаете, что даст ваше наблюдение? Вот давайте экстраполируем ситуацию. А вот вы пронаблюдали 4 года. И что? Ну, смотрите, опять же, тут зависит очень много от того, какие цели перед собой ставит человек. Я вот начала рассказывать, что когда я ходила на яблочный митинг 17 декабря 2011 года, туда позвали этого Диму Финикова, автора отчета, который многих побудил к протестным действиям. И он со сцены сказал очень, на мой взгляд, правильную вещь, что есть два типа людей. Вот когда вы идете по улице и видите, что какие-то бандиты насилуют девушку, вы можете или мимо пройти, или вмешаться. И вот он оказался из тех людей, которые не могут пройти мимо. И точно так же все люди, которые ездят наблюдать, уже поняв и увидев, как устроена система, что у нас нет никого местного самоуправления, которое должно в Конституции закреплено, что местное самоуправление отделено от федерального, этого всего нет, что все повязаны, что все друг к другу, что там председатель Мособлосберкома ходит обедать в администрацию видного с кандидатом от Единой России. Но это же все видно мне, да, это не видно другим жизненным. Когда ты это уже увидел, уже нельзя как-то по-другому. Нельзя сказать, ой, вот так, было-было, но как-то сейчас это меня не касается. Касается. Поэтому в основном, конечно, люди это делают для себя, потому что по-другому они не могут. Вот они хотят, чтобы вокруг все тоже соблюдали те законы, по которым они сами живут. Иначе получается хаос. А чего мы хотим добиться от других людей? Ну, я повторяю свою позицию. Я хочу, чтобы люди начали соблюдать закон, какой бы он хороший или плохой ни был. Ну, как вы оцениваете перспективы? Мне очень сложно сказать. Я не социолог. Очень часто у меня какие-то флуктуации происходят в моих ожиданиях. То есть вот после президентских выборов весь этот подъем, эмоциональный накал, он, конечно, спустился ниже некуда. Тут и говорили, что протест слили. Ну, даже не то, что протест слили. Я увидела, что да, люди действительно голосуют за Путина. Неважно, какая у них мотивация. В основном мотивация у всех такая же... Если же Путин, то кто? Да, а типа, а какая разница? Ну, придет другой. А что в этом хорошего? И меня это очень сильно пришибло. Потом был Ярославль, был некий подъем, потом были выборы в координационный совет оппозиции, когда вроде как стоял фильтр на голосующих, и тут уж можно было ожидать, что люди будут голосовать не за картинку. Я ничего не имею против Навального, но просто люди, голосующие поголовно за Навального, исключительно потому, что это самая знаменитая фигура в протесте. Это печально, это то же самое, это абсолютно такая же структура голосующих, как и на президентских выборах. И тут у меня опять был очередной такой спад настроения, когда понимание того, что оппозиция, не позиция, люди на самом деле достаточно одинаковые. То есть все голосуют за раскрученную персону? Да. То есть есть газеты, за людей, за лидера. Да, если не Путин, то кот. Если не Навальный, то кто? И самое главное, что у большинства людей сидит вот эта потребность в лидере. Не у всех, но у большинства. Вот наше движение, вот этот сонар, который я упоминала, мы очень держимся именно за то, что у нас безлидерная структура, у нас там очень часто меняется, у нас есть руководящий орган, псевдо такой руководящий орган, исключительно потому, что это необходимо по законам общественных организаций. А вас не объявили иностранным агентом? А мы не являемся зарегистрированными организациями, мы общественное движение. Это самая свободная форма общественного объединения, и мы не финансируемся из-за рубежа. У нас есть Яндекс.Кошелек, как известно, на Яндекс.Кошелек нельзя получать средства из-за рубежа. Так что у нас самофинансирование. Те люди, которые ездят на выборы, они же и перечисляют. Ну да, билет на электричку, наверное, можно купить самостоятельно. Да, мы все свои выезды оплачиваем сами, никто за пределами Москвы нам не верит, это тоже печально, нам каждый раз приходится объяснять. Причем мы излагаем такие факты, что, ну смотрите, нас приехало там 100 человек в воскресенье. Есть люди, которые там бизнесмены, его рабочий день в воскресенье стоит 5000 рублей, плюс проживание, плюс переезд, плюс питание. Вот кто, по-вашему, умножьте, да, 100 на 5000, кто, по-вашему, полмиллиона рублей выложит за то, чтобы пригнать группу наблюдателей из Москвы, наблюдать за вашими депутатскими выборами. Никому не нужными выборами. Да. И тогда на них, да, наверное, да, вы правы, да, наверное, никому это не нужно. Но вообще ведь люди с трудом верят в то, что что-то можно делать. Что-то можно делать бесплатно. Бесплатно и по велению души. Не все люди, но люди, которые слишком тесно общались с нашей властью, да, к сожалению. Но таких, Оль, согласитесь, процентов 90. Да, но их удается переубедить. Вот, кстати, в этом, да, то, что вы... Это как раз, наверное, то, что называется циничностью, да, то, что людям сложно поверить в бескорыстность. Очень сложно. Видимо, потому что они себя... Это можно менять. Себя картинку рисуют. Ну, это меняется. Вот с такими людьми можно говорить. И они слышат, они слышат. Люди уже на каких-то высоких позициях, они не слышат просто потому, что им это не нужно. Им не нужно менять свое мировоззрение, потому что... Им страшно. Если они поменяют мировоззрение, им придется уйти со своей должности. Ну, иначе они станут шизофрениками. Да. Вот эта шизофрения, она их и пугает, это правда. А вот мне интересно еще про этих людей, которых можно переубедить в том, что не все циники. Они понимают, что циники-то вылезают наверх, поэтому быть циником выгодно. А так ведь получается? Нет, ну, у большинства людей достаточно упрощенная картина того, что, да, все, кто во власти, все мерзавцы. А все, кто во власть не стремятся, это порядочные люди. Такая картина, она, во-первых, она достаточно близко соответствует действительности. И, во-вторых, она не побуждает людей становиться мерзавцами для того, чтобы пролезть во власть. Ну, во всяком случае, рядовых избирателей, с которыми мы общаемся. Нет, такого нет. Что, а вот вы ездите бесплатно, и поэтому у вас там задрипанная Жигули, а вот у главы района Мерседес, и я хочу быть как он. А важнее все-таки Мерседес, чем чистая совесть? Ну, для избирателя нет. Нет, для избирателя, который доходит до участка, для него как раз важнее, чтобы власть менялась. Это же тоже большая проблема у нас в стране. У нас власть не меняется, происходят какие-то рокировки, на районном уровне в том числе. То есть, какого-то человека подвинули на зам, а потом он опять стал главой, или его сват-брат стал главой, и людей это раздражает. Даже как человека, который из своей деревни не вылезает. Они говорят, они много об этом говорят. Говорят на улице, говорят с соседями. Даже то, что они говорят, обсуждают на кухнях. Не все доходят до избирательных участков, потому что, опять же, бытует мнение, что все равно мой голос ничего не изменит. Все равно нарисуют. Но это тоже меняется. Опять же, у людей, у которых есть доступ к информации, это огромный плюс. Доступ к интернету, доступ к тем СМИ, которые не зомбируют с телевизора. Они приходят. Они приходят сделать хоть что-нибудь на участке. Вот получается, Оленька, что вы оптимист. Да. А вот по всем, по вашим выводам, я делаю... А иначе бы я не могла заниматься тем, чем я занимаюсь. Заниматься и тратить действительно уйму времени и кучу нервов на занятия, которые, я знаю, ни к чему не приведет. Ну, это очень тяжело. Блин, а пока мы с вами говорили только о том, что близко от Москвы. А вот, допустим, будут какие-нибудь выборы в Новосибирской области. Поедете? Не знаю, были выборы в Кемерово, я не поехала, да, достаточно далеко. Я лично, может быть, и нет, но мы помогаем, много помогаем, чем можем, тем людям, которые на местах хотят этим заниматься. Такие есть? Конечно. Ну, во-первых, есть ассоциация «Голосу», которая разветвленная очень по всей стране сеть координаторов. И на местные выборы они сами координируют своих наблюдателей, плюс мы проводим агид-компанию в Москве, и из Москвы, может, кто-нибудь тоже едет. То есть мы все друг с другом общаемся, все наблюдательские организации друг с другом общаются. ФСБ вами интересуется? Ну, скорее всего, я уверена, что мой телефон прослушивается, потому что мне очень часто в начале разговора идут звуковые помехи, но тут как бы ничего особо не сделаешь. Ну, на всех митингах все знают, как выглядят эти ребята в черных куртках с одинаковыми камерами, да, их никто не чурается, потому что, ну, а смысл? Нет, ну, известно, с советских времен со своим куратором надо дружить. Ну, нет, дружить-то мы особо не дружим, но и… В скавычках знать, подкармливать, иногда водочки наливать – это дело святое. Нет, это не про нас. Мы держим приличную дистанцию, но и не бегаем от них. Ну, это, конечно, шутка, естественно. Ну, и потом мы, вот наблюдатели, это не те люди все-таки, которые нас так интересуют ФСБ, это не те люди, которые организуют митинги, это не те люди, которые вешают там плакаты на Белом доме. Ну, все-таки у вас-то опасность основная, на мой взгляд, и есть, потому что вот у меня… Ну, вот вы сейчас это сказали, и на нас переключатся. Ну, нет, я не думаю, что ФСБ так серьезно отнесется. Ну, с нами борются пока что не с помощью таких уж прям вот ФСБ, всех в СИЗО. Бьют, потому что это вот такой уровень культуры в Тульской области. Пока что, кроме Тульской области, мы такого не замечали. В Саратове тоже, там Саратовская область, Тульская область. То есть, ну, пока с нами можно, по мнению другой стороны, бороться на уровне вот того, что им можно не соблюдать закон, и им ничего за это не будет. Они знают, что им ничего за это не будет, поэтому у нас и козырей-то нет. Да, мы им все время тычем уголовным кодексом, административным кодексом, но и мы, и они прекрасно понимают, что никто их не посадит. Максимум, что было сделано, это вот в городе Вознесенске, по-моему, опять же, Московской области, председателю за фальсификацию штраф 100 тысяч рублей присудили. Ну, в общем, это существенно. Это один случай на всю страну. Ну, хотелось бы о нем знать, потому что все-таки страна должна знать и положительные случаи, потому что про фальсификации какие-то мы знаем, в общем, все, а вот про то, что там тетенька наказана, не всех. А я думаю, что много тетенек не захотят выложить 100 тысяч рублей, если будут знать, что это им угрожает. Поэтому реклама в данном случае – дело крайне важное. Да, да, и мы понимаем, что у нас СМИ – это единственное наше оружие, вообще просто распространение информации единственное оружие, поэтому мы на выборах собираем всю эту информацию. Помимо того, что пытаемся что-то предотвратить, еще и происходит сбор информации. Есть карта нарушений, на которую все нарушения заносятся, для того, чтобы впоследствии все это заново воспроизвести, распространить. Снимаются ролики, выкладываются на YouTube. Но парни в тренировочных штанах их не смотрят. Они не смотрят, да. Ну, и мы не можем всех жителей потрясти, сказать, смотрите, что у вас в стране происходит. У вас, ладно, в стране, у вас в городке нет такой возможности ко всем апеллировать. Вот мне интересно, Оль, вот все-таки в стране, ладно, но вот то, что происходит у меня в поселке, по большому счету, должно интересовать каждого человека. Тут он живет, тут его мама живет, тут его дети живут. Школа, детский сад, там, я не знаю что, да, магазин. Ну, тут вот, здесь и сейчас все происходит. Ну, я должен возмутиться вообще. Ну, я говорю, превалирует мнение, что эти мерзавцы, что эти мерзавцы. За кого галочку не поставишь, разницы не будет. Кто бы у всех, вот есть у всех жителей любой местности, есть твердое убеждение, что кого бы не поставили во главу района или города, начнет воровать. Вот есть твердое убеждение. Кстати, у меня был очень интересный случай. Я ехала на такси с водителем Мишей, который был ОМОНовцем. То есть он сутки через трое в ОМОНе гоняет белоленточников, а в свободное время, значит, подрабатывает на такси. И мы с ним разговаривали, он так меня очень зауважал, потому что он меня вез на работу, инвалидное кресло мое лежало в багажнике. Он всяко мне говорил, молодец, вот ты работаешь, а эти вот мерзавцы с белыми ленточками, они, значит, здоровые на своих ногах, они, тем не менее, не работают. Я ему говорила, Миша, а я вот тоже белоленточник. Тут у него был когнитивный дизайн. Разрыв шаблона. То есть он уже перестал что-то понимать, и дальше пошел душевность совсем разговор. Миша сказал, ну, воруют и будут воровать. Воровали испокон веку. И так в России будет всегда. Я ему говорю, Миша, давай разберемся. Вот нас с тобой в машине двое. Ты воруешь? Мишка сказал, я нет. Я говорю, я не ворую. То есть сто процентов из ста вот на нашей с тобой выборке не воруют. Более того, если ты спросишь своих знакомых, я не уверена, что все воруют. Он сказал, нет, ну, у меня честные ребята, да ты что? Я говорю, тогда вот давай мы с тобой методом исключения посмотрим, кто ворует. И Мишка как-то прям тяжело задумался. Поэтому я думаю, что, конечно, воруют, безусловно. Но мы еще и на себя наговариваем. И этим оправдываем собственное бездействие. Но сейчас идет очень массированная кампания по тому, чтобы убедить людей в том, что все во власти воруют. Почему вдруг открылась такая травля на госчиновников? Не потому, что Путин прозрел и решил уволить всех нечестных. Нет, потому что народу надо именно убедить, поддерживать в них это убеждение, что кто бы ни пришел к власти, он всегда будет вором. Поэтому вы хотите голосовать за Навального, так он тоже будет воровать. В этом надо убедить людей. И это у них получается очень хорошо. И с этим бороться, с этим менталитетом, с тем, что кто бы ни пошел в политику, он всегда будет плохой. Сложно еще и потому, что я сама тоже это понимаю, что человек, который идет в политику, он изначально заточен под то, что он сможет извиваться, врать где-то. Иначе он бы не пошел в политику. Либо просто не договаривать. Ну, в любом случае, да. А честные политики бывают? На мой взгляд, нет. Иначе он не сможет быть политиком. Он не продержится в политике. Я никогда в жизни не смогла быть политиком. Но это в нашей политике или везде? Нет, нет, это по всему миру, это 2000 лет назад было все то же самое. Надо это как-то понять, принять. И, на мой взгляд, на чем основана демократия, любая демократия? Она основана на сменяемости власти. Если поменять одного жулика на другого жулика, то он за 4 года своего срока не успеет настолько притереться к своему креслу, чтобы потерять контроль. Более того, если он будет знать, что предыдущего посадили за то, что он там набедокурил, то, наверное, он будет аккуратным. И если таковое повторится энное количество раз, то вполне можно получить честность. А пускай она будет основана на страхе по первоначалу. Но какая нам разница? Да. Как вы считаете? Ну, я считаю, что, чтобы искоренить коррупцию в России, надо вводить систему, как в Сингапуре. То есть смертную казнь за... Ой, Оля, Господь с вами. Это чтобы искоренить. А дальше идет вопрос, а хотим ли мы вот именно этого, искоренить коррупцию? Что такое искоренить коррупцию? Чтобы водители не давали ГИБДДшникам 500 рублей за превышение скорости вместо того, чтобы выплатить официальный штраф? Ну, не знаю. Меня лично вот эта тема как-то не очень волнует. Тем не менее, она... Когда определиться с тем, что люди хотят. Когда они говорят, кто бы ни пришел, будут воровать, будут воровать. А что вы хотите от своего главы? Вот когда они с этим определятся, они не знают. Они только... Вот я говорю, у людей уже есть такое отторжение любой власти. За кого бы ни пригласовали, все равно будут жулики. И еще ужасное убеждение, которое мешает смене власти, это то, что ну вот этот уже наворовался. А если придет новый, он голодный. Дорогая Оля, вот сейчас вы выглядите как пессимист. Нет, я верю в то, что это можно искоренить, такой менталитет. Его можно поменять, распространять информацию. Это, опять же, единственное и главное, и сильное оружие, которое у нас есть. То есть интернет в каждом доме. Да, это обязательно. И еще захватим телевидение. И того парня в штанах этих тренировочных... Не только интернет, говорить на улице с людьми. Каким-то вот. С людьми надо разговаривать. Потому что он в интернет зайдет, нам порнуху будет смотреть. Нет, конечно, с людьми надо разговаривать. Такий сайт не пойдет. А на улице будет он говорить? Ну, опять же, говорить с людьми должны не мы, не наблюдатели. Мы фиксируем факты, предоставляем информацию, а дальше уже... Вот в развилке есть, допустим, ТСЖ одного дома, которое очень боролось за свои права, отставило свои права. И они такой магнит для всех людей, у которых есть какие-то претензии, проблемы. Они идут в этот ТСЖ, и они очень много просто стоят на улице, общаются друг с другом. Вот это очень хорошее. В каждом поселении, в каждом городе, в каждом районе должна быть какая-то такая местная активность, нерегулируемая сверху. Люди должны собираться, разговаривать друг с другом, понимать, что они хотят. Ну, а как же закон о митингах? Собираться можно и у кого-нибудь в квартире. Больше трех не собираться. Ну, пока что применения этому закону, насколько я знаю, такого жесткого не было. Пока нет, слава богу. Но у господина наверху все карты в руках, поэтому он делает практически все, что хочет. Оль, ну, тем не менее, в общем, вы себя проявили и как пессимист, и как оптимист. Я говорю, у меня настроение в течение дня тоже, да. Но тем не менее, поскольку я тоже оптимист, и я, наверное, больше оптимист, чем пессимист, давайте сойдемся на том, что движение наблюдателей мало того, что важно, оно еще и будет шириться. И, в конце концов, где-то через пять лет, когда вы все умные, красивые, опытные, умеющие убеждать людей и разговаривать с ними, соберетесь и посмотрите, как проходят выборы в новую Старственную Думу. Каким-то образом люди повернутся к вам и спросят, «Ребят, а что, нас опять обманули?» И вы им скажете, да, вот смотрите, вот факты. И они совсем возмутятся, и что-то такое произойдет. Но, не дай бог, бунт. Я думаю, что все будет намного спокойнее, потому как власть, видя, что настроения у людей изменились, потому что все знают, что их обманывают. Даже те парни в этих штанах, которые голосуют за Единой Россию, пока поймут, что их стабильность, она от Единой России, не очень-то сильно зависит. На этом мы заканчиваем. Я вас очень сильно благодарю, потому что я сама мало знала про ваше движение. Оно классное. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...